Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат. В этом видео мы с вами рассмотрим решающую партию захватывающего матча между российским гроссмейстером Андреем Есипенко и чемпионом мира Магнусом Карлсоном, которая состоялась на Кубке Мира в рамках пятого круга соревнования. Это противостояние получилось довольно продолжительным. Обе классические партии закончились в ничью. В быстрых 25 минутках Карлсон не сумел пробить оборону молодого российского гроссмейстера, хотя во второй партии Есипенко был на волоске от гибели. А в 10 минутках пролилась кровь. В первой партии Магнус Карлсон после неудачной жертвы качества со стороны российского шахматиста получил большое преимущество и без проблем его реализовал. Перед россиянином стояла задача отыграться и он справился с ней блестяще. В тихой итальянке избрал неприятный для соперника порядок ходов, Магнус Карлсон напутал и проиграл. В итоге соперники перешли к блиц партии. И вновь повторилась та же ситуация. В первом поединке Магнус Карлсон добился победы, хотя опять же Есипенко имел отличные шансы уравнять положение в позиции с разноцветными слонами. И вот вновь перед российским шахматистом стояла задача отыграться. Контроль времени 5 минут и 3 секунды добавления на каждый сделанный ход. Соперники повторили дебют, который встретился в предыдущей четной партии. По счету это аж восьмой поединок. Такого продолжительного противостояния на этом Кубке мира у Магнуса Карлсона еще не было. Итак, Есипенко сыграл е4, в ответ е5, конь f3, конь c6, слон c4, слон c5. После c3 следует конь f6 на d3, d6, 2-0, h6, ладья е1, рокировка, h3. В предыдущей четной партии получилась та же позиция. Там Магнус Карлсон сразу отвел слона на b6. После отхода коня поставил пешку на c6, слона на c7, но потом вернул его обратно на b6, напутал и проиграл. Конечно же, в перерывах между этими поединками команды соперников работают на полную мощность. И помощники чемпиона мира подсказали ему более практичное решение. После хода h3 в этой партии он играет a6 и после a4 сразу отводит слона на более безопасную позицию, a7. Конечно, подобная профилактика не в новинку и она позволила Магнусу Карлсону получить спокойную позицию. Конь bd2 играет российский шахматист. Ладья е8, b4 и после слон е6 происходит размен. Черная ладья поднимается на шестую линию. Ферзь c2, ферзь d7, конь f1 и черные играют d5. Есипенко ставит слона на е3. После размена конь е3 и черные играют конь е7, защищая пешку d5, имея в виду сыграть c6 и конь переводится с g6 на f4. Обычные маневры в такой позиции. Белые играют ладья ab1, ладья d8. В этом положении наиболее логичным продолжением было b5. Этот ход прекрасно сочетался с предыдущим ходом ладьи на линию b. Но Есипенко хотел сыграть посложнее, ведь ход b5 приводил к размену пешек и приближал черных к стабильному равенству. Поэтому россиянин пошел a5. Конь g6 играет Магнус Карлсон, не нарушая логичного хода борьбы. И здесь Есипенко ставит пешку на c4 и борется за пункт d5. Конечно, в этой позиции очень хочется побить на е4, упростить ситуацию, но это лишь приведет ко вскрытию линии d, что даст белым возможность побороться за нее. Ведь ход ферзь d3 это ужасная ошибка. После ладья е1, ферзь c2, промежуточный шаг и конь c2. Черные сдаются, у них нет ладьи. Конечно, такие ошибки на этом уровне не делаются. Магнус Карлсон после хода c4 очень быстро сыграл c6, давая право российскому шахматисту высказаться. В этом положении Андрей Есипенко делает ход из общих соображений, но при ближайшем рассмотрении он оказывается серьезной стратегической ошибкой. Лучше всего было сыграть конь f5, занимая законное поле. Также неплохо было сыграть g3, отнимая симметричную позицию у черного коня. Но россиянин пошел ладья е1. С виду ход неплохой, но оказывается, что ладья на d1 будет пассивной фигурой. Все дело в том, что белые не могут сами инициировать вскрытие вертикали d, а черные не будут спешить со взятием на e4. Ладья белых простоит на этой пассивной позиции до тех пор, пока Магнус Карлсон сам не заберет d1. Пока что он играет конь f4, белые ставят коня на f5. Следующим блестящим ходом g6 Магнус Карлсон предлагает очень интересную жертву пешки. Есипенко нужно было отказаться и отойти на e3. Правда, в этом случае черные получали еще один усиливающий позицию ход. Король g7. И для того, чтобы ввести в бой ладью, нужно сначала разменяться на d5, а затем сыграть d4, надеясь на ответное взятие. Но черные ходили в этом случае e4, после конь e5 отходили на c7 и ладья d1 по-прежнему упирается в свою пешку по вертикали d. Положение примерно равное. Не видя возможности естественным путем захватить инициативу, Есипенко решил забрать предложенную чемпионом мира пешку. И вот что из этого получилось. После коня 6 шаг следует король g7, нападая на коня. Конечно, можно забрать на f7 и дальше поставить вилку, но после ферзь е7 взяли-забрали два коня, имеющие отличные опорные поля по всей доске, будут явно сильнее ладьи и даже двух пешек соперника. Поэтому здесь Есипенко отошел на g4, согласился на размен на этом поле и Каусен играет ладья e, e8, не только нападая на пешку g4 ферзем, но имея в виду борьбу за открывшуюся вертикаль h. Белые вынуждены защитить пешку, сыграв конь h2. Сейчас начинает ощущаться разница в силе легких фигур соперников. После ладья h8 f3. В этой позиции Магнус Каусен сохранял свой перевес, играя fd6, пока что не вскрывая вертикаль d. Ладья на d1 по-прежнему пассивна, в то же время как важное значение играет и разница в силе коней. Но Магнус Каусен решил прояснить ситуацию, забрал на e4, после d e отошел на e7, держа под прицелом пешку b4. У белых нет возможности проявить активность, потому что черные угрожают вторжением на h4, поэтому Есипенко забирает на d8, после fd8 мог удержать равенство, играя fb2, контратакую пешку e5. Но он играет g3, нападая на коня. Шаг fd4, король h1 и конь d3. Белые фигуры зажаты на первом и втором ряду, в то время как две черные фигуры перешли демаркационную линию, а пешки на ферзьевом фланге стали слабостями. Конечно, нельзя играть ладья d1, последует вилка. Если же пойти b5, пытаясь что-то получить на ферзьевом фланге, то это лишь приводит к атаке на белого короля. После размена ab ладья бьет b5, следует конь e1, вот такая вилочка, и после ферзь e2, ферзь a1 с угрозой вскрытого шаха. Поэтому здесь Есипенко сыграл ферзь e2, он отдал пешку на c4, ладья d1, нападая на коня, но Карлсон играет ладья d8, сохраняя фигуру. Дальнейшие материальные потери для белых неизбежны. Если защитить пешку, сыграв ладья b1, то просто ферзь c3 и забираем пешку конем. Поэтому ладья f1 сыграл Есипенко, намечая продвижение f4. После взятия на b4 он продвигает свою слоновую пешку на королевском фланге, после взятия берет пешкой. Ферзь бьет a5. Магнус Карлсон доедает ферзевый фланг соперника, в то время как Есипенко отчаянно борется за инициативу на королевском фланге. Но поезд уже ушел. У белых нет ресурсов для эффективной атаки на черного короля. g5. В этой позиции наиболее техничным ходом было ферзь b4, уступая дорогу крайней пешке и беря под контроль поле b2. Но Карлсон сыграл конь c5, а Есипенко дал шаг. На секунду показалось, что чемпион мира зевнул этот простой ход. Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что атака белых не достигает цели. После король g8, конь g4, угроза конь f6 и очередным ходом со взятием белой пешки, конь бьет е4, Магнус Карлсон парирует эту угрозу Есипенко. Остается отдать шаг на h6, что и сделал Андрей. В этой позиции у черных довольно приятный выбор. Можно было пойти даже на f8, после шага на h8 отойти на е7. Но Карлсон играет, конечно же, по-человечески. Король h7. После ферзь h2 с идеей вскрытого шага, ладья d2 с нападением на ферзя. Тот отходит, вновь есть идея вскрытого шага, но король уходит на g7. Если тут пойти конь g4, имея в виду вторжение на h6, то ферзь d5 и после ферзь h6 король g8 вновь надежды белых просто тают на глазах. А черные уже готовы дать свой вскрытый шаг и мат белому королю. Поэтому Есипенко, не видя лучшего продолжения, сыграл f5, после ферзь d5 дал шаг. Но Магнус Карлсон забрал пешку конем, сам объявил вскрытый шаг и заставил Андрея Есипенко сдаться. Эта интересная партия поставила точку в противостоянии Андрея Есипенко и Магнуса Карлсона, ведь оба блиц-поединка закончились в пользу чемпиона мира. Но эту точку вполне можно считать запятой в глобальном плане, потому что Андрей Есипенко оказал чемпиону мира очень достойное сопротивление. В молодом российском гроссмейстере чувствуется и талант, и мощный потенциал вкупе с довольно крепкой нервной системой, что в будущем, я уверен, даст ему возможность побороться за звание чемпиона мира. Ну а пока Андрей уступает Магнусу дорогу в четверть финал, в котором Карлсон встретится с сильным французским гроссмейстером Этьеном Бакро. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.